Музыка Привет, мои дорогие зрители! На ужин приготовила такую курицу. Это домашняя курица, друзья мои. Это домашняя курица. Очень вкусно пожарилась. Я так и вижу, прямо хрустит. Сегодня воскресенье, и я люблю по воскресеньям готовить. Сегодня я также... Смотрите, что сделала. Кстати, постелила я коврик только что. Сейчас я вам покажу. Вот, вы видите, приготовила я тесто. Вот, шесть таких. Утром хачапури я испекла, хлеба не было. И вот у меня запасы горошика. Будем делать оливьешку тут. Тут у меня что? Вы знаете, что у меня еще есть творог. У меня еще есть творог. Вот какая я хозяйка. Сама себя не похвалишь. Никто не похвалит. Тут у меня еще что-то. А, у меня тут и даже сальцо есть. Вы понимаете, что у Светланы есть еще сало. Кто-то мне когда-то в каком-то веке угостил, из подписчиков принес. Так оно лежит. Вот, с чем я занимаюсь. Так, а здесь что у меня? Здесь у меня утка ждет Нового года. Здесь у нас рыба. Здесь у нас мясо. Здесь у нас домашняя курица и бульончики. Так, значит, что еще у нас есть? Что я сегодня готовлю, мои дорогие друзья? Я по воскресеньям люблю на кухне возиться. Смотрите, вы видите, какие грибочки? А эти овощи я сначала приготовила в рукаве. Оно потушилось, а сейчас просто до золотистой корочки. А сейчас на эти грибочки я посыплю вот так сырочек. И будет красивая картина и вкусная. Вот так получилось. И они почти готовы до красной корочки, до корочки. И все. Вот такое у нас будет тоже вкусное. Предпраздничное. Сегодня же растяжи Рождество. Вот мое сокровище возле меня. Смотрите, смотрите. Испугалась я сама. Геляшка, я испугалась тебя, мою сокровище маленькое. Такое. Мои сладкие мальчоночки, мальчушечки. Вот так вот мы с ним вместе весело живем. Ой, ашкэм пришел, хлебушек принес. Ашкэм, беню, прилетел мой красавчик. Красавчик, мавиш. Когда начнет наш мавиш говорить. Вам он тоже нравится, наверное. Ну как, боже, такое дитю не нравится? Думает, хочет он укусить в экран. Хочет он укусить в экран. А, мавиш-джан. Мавиш-джан. Видите, что у нас вечером. Как нам весело. Мавиш очень любит витамины. Апельсин Олур, привет. А самое главное, на руки любит к мужу. Это что, игрушка тебе? А ну, выходи. Тут своими лапами грязными. Ну-ну-ну. 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 А, мавиш-джан. Вот так мы кушаем фрукты вечером. Пока нас нет, он ворует все. Косточки. Какой он интересный, друзья мои. Он иногда такие сейчас движения делает непонятные. И мой муж хочет его к ветеринару отвезти. Как будто вот он давится, и вот так вот. У него не хватает дыхания. Посмотрите, эту косточку надо срочно убрать. Рисунок мой на страхе. Я сейчас на марафоне девичник. Как всегда. Как всегда. Выполняет домашние задания. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. У нас покупочки к Новому году. Купили. Ой, так я хочу банан этот съесть. Сейчас вот он меня ждет, я его съем. Купили яблочки. Будем запекать и гуся с яблоками. Или утку. Утка у нас точно есть. Гусь дороги. Купили морковочку, капусточку, брокколи, лучок, мандаринки красивые, грибочки. Окурчики, апельсинки, зеленушку. А также купили вот такое вот ведро. Одночка. Три сфера она стоит. Ну что сейчас я буду делать? Что я сейчас буду делать? Не знаю. Что мне сегодня готовить? Вчера мы жарили курицу. Кстати, она есть. И грибы есть. Да, у нас есть что кушать. Такие вот дела. Устала сегодня. Ай, дорогие зрители. Вы видите, как Ашка мне прибил гвоздик. Так удобно. Хотела вам похвастаться. Я отправила заказное письмо. Вы знаете, столько сегодня было информации. В каких-то группах писали, что кто-то едет оттуда, отсюда. Мне позвонили несколько знакомых. Я еще звонила. Только все после Нового года. А мне нужно сейчас. Что вы думаете? Мы пошли на почту. Нам посоветовала одна девочка. И пошли на почту. И что вы думаете? Сколько мы заплатили? 80 лир взяли за пакет. Неделя, 10 дней в дороге будет. И это тоже касается гражданства. Все кого-то пугают, стараются. Вот это так сложно все. Ничего сложного нет, друзья мои. Самое главное, немножко подумать нужно. Использовать несколько вариантов. Найдете подходящий для себя вариант. Очень выгодный. 80 лир. Это супер было. На почте. Без проблем. Мы с Сашкой Мчиковым сделали такое. Сейчас надо разгребать эти покупки и что-то готовить на ужин. Также хочу похвастаться вам. Я получила сертификат по нейрокомпозиции. Пришел сегодня. Сегодня чудесный день, друзья мои. Светлана Та Нейроколор и Нейрокомпозиция получила сертификаты. А это на английском языке. Так что можете меня поздравлять. Я теперь сертифицированный художник. Я так безумно рада этим сертификатом. Друзья мои, я заслужила этого. Все дела почти сделаны. Самые главные дела сделаны в этом году. И у меня сегодня марафон 7 часов. Быстро надо успевать. Какая сладкая клубничка. Друзья, только что я закончила рисовать. Была на трехчасовом вебинаре. В прямом эфире. Была на кухне. Успела, пока мой муж не пришел. Как я торопилась округлять. Все успела. Все. И помыть, и разложить весь базар. И все. Сейчас мы будем пить чай с мужем. Какой красивый алгоритм. Мне можно все. Всем привет, мои дорогие. Добрый вечер. Сегодня на ужин мой муж попросил, чтобы я приготовила макароны по-турецки. Естественно, я открыла YouTube и увидела там множество рецептов. И я обязательно с вами поделюсь этим рецептом. Что нужно сделать в первую очередь? Поставить, отваривать макароны. Вода уже скоро закипит. 45 миллилитров растительного масла. Подогрела. 2 столовые ложки муки. Хорошенько вот так прожариваю. Хорошенько все прожарив, я постепенно добавляю 400 миллилитров молока. Здесь у меня пачка макарон. Вот таких вот. Вы можете любые прибыли взять. Сейчас я их всех опущу в кипящую воду и проварю 10 минут. Их не нужно до готовности варить. Макароны опустила. 10 минут засекаю, проварю и на душу. А здесь готовится соус. Сейчас можно сюда добавить красный перец. Мы же любим с вами остренькое. Красный, черный перец. Какой хотите. Подмешиваем. Вот уже начинает густеть. И соль добавить надо. Соль. Добавляем соль. Все на глаз. Чуть-чуть, потому что макароны уже просоленные. Мешаем. Добавляем черный перец. Побольше. Мешаем. Закипит 2-3 минуты. И соус наш готов. А здесь макарончики уже закипели. 10 минут засекаем. Макароны готовы. Я их промыла водой. Пускай стекают. Здесь я приготовила сыр. Натерла. И петрушку. Берем такое блюдо. Высыпаем наши макароны. Перемешиваем их с нашим соусом. Соус, кстати, очень вкусный получился. Вы знаете, в этом рецепте написано, что можно добавить майонез. Но у меня нет готового майонеза. Я завтра планирую его делать. Также вот так петрушку. И все это тщательно мы с вами перемешаем. Попробуем без майонеза. И так вкусно. Делаю впервые вместе с вами. Вот Ашка мой попросил мне что-нибудь такое приготовить. Перемешала. По мне так не хватает красного перца. Люблю я все горькое. Я же грузинская девочка. И сверху мы будем с вами это все украшивать сырочком. Не жалея, красоту наводить можно и больше, но достаточно. Калории лишние нам не нужны. И то сегодня макароны. Красоту мы навели. И сейчас это все в духовку. Температура 200 градусов на 20 минут. А мы тем временем будем... А, забыла. Маслица можно добавить. Маслица. Добавила маслица. И все. Блюдо почти готово. В духовку на 20 минут. Какой красавчик подготовился к Новому году. Светлана-то пока еще не готова. Посмотрите, какой супчик он кушает. Салатик новенький. Капусточка. И вот главная наша еда. Макарна туркче макарна. По-турецки будем пробовать. Столько видео записываю. Столько видео. Было бы время еще вам его монтировать, выкладывать. Вот такие макароны получились. Будем пробовать с йогуртом. Приятного аппетита нам!